МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Доброе утро! Сегодня четверг, 12 апреля. Мы вас приветствуем. Светлана Звонарева и Влад Портнов готовы поднимать вам настроение, говорить и на серьезные темы, а также знакомить вас с интересными гостями. Да, конечно же. Сегодня в России отмечается День космонавтики, но во всем мире Международный день полета человека в космос. Как вы помните, 12 апреля 1961 года советский гражданин Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» совершил первый полет в космос, тем самым навсегда внес свое имя в историю человечества. Поговорим сегодня и об этом, но не только. Готовят все кулинарные традиции мира, о которых вы не подозревали. Забери меня, мама. Глеб ищет семью. Мамам о детях. Как сделать кинетический песок из соды. И начнем программу сюжета, который будет очень кстати тем, кто сейчас завтракает. У нас пока не кулинарная рубрика «Приятного аппетита». Сейчас сюжет о том, как завтракают, обедают и ужинают в разных странах мира. Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. С народной мудростью не поспоришь, но следует этой поговорке не везде. Так уж сложилось, что россияне предпочитают легкий завтрак, плотный обед и средний по калорийности ужин. И это роднит нас с народами Средней Азии. Для узбеков ужин – главная трапеза всего дня. Вечером, спадая дневной жар, и вся семья может собраться за столом, как в этом ресторане. Завтрак же часто ограничивается чаем. А в течение дня принято лишь слегка перекусывать. Пить чай с хлебом, есть фрукты и овощные салаты. Вечером обычно собирается вся семья за роскошным столом, за Дастарханом. Обсуждается, как прошел у всех день. Теплых традиций в Востоке. Такие блюда, например, как плов, казан-кабаб, большинство готовит мужчин. То есть, вот так вот. Женщины же готовят больше те блюда, которые связаны к тесту. То есть, вагман, каурма вагман, мишбармак, что-то вот вроде этого. Красивая сервировка, визитная карточка и французов. Но они стараются питаться по режиму. Обед – главный прием пищи. На столе обязательно закуски, мясное или рыбное блюдо и, конечно же, сыр. Немцы же едят по многу и в течение всего дня. И закон – перекус прямо перед сном. С ними конкурируют испанцы, греки и балканские народы. Но у сербов, румын и болгар все же в день всего три приема пищи. Завтра ходят сыр, йогурт, хамон, как видите, аджика по-сербски, так скажем, и хлеб, конечно. Обед обычно плотный, состоится из чорби и много мяса. А что касается ужина, он тоже плотный. Он не легкий, как яблоки, фрукты, а тоже состоится из яйца, хамона тоже, и сега обязательно, и йогурт. Вообще, южноевропейская кухня отличается обильными приемами пищи в течение дня. И особого режима не наблюдается. Едят, когда захочется. Но в отличие от американцев, это всегда вкусная и свежая еда почти прямо с грядки. Кафе быстрого питания здесь не приживаются. И в этом смысле прямая их противоположность китайцы. Вот уж где культура питания достигла высшей точки. Режим тут очень важен. Есть такая поговорка, что китайцы считают, что еда – это небо, это все. И завтрак у китайцев относительно плотный. Часто мы едим перемене, горячие супы и так далее. Ну, конечно, обед и ужин тоже достаточно много едим. Но в целом китайцы кушают гораздо раньше, чем в России, в Европе. Допустим, завтрак может быть в 6-7 начинается, обед в 11-12, а ужин в 4-5 до 6. Мы считаем, что это более здоровый образ жизни. Китайская еда действительно довольно легкая. Чай, рис, зелень, фрукты, рыбы и различные соусы. Довольно однообразно, но зато здорово. Так же, как и в Африке. На обед и ужин обычно готовят сразу одно и то же. Мы завтракаем в 8 часов. Это просто чай с хлебом или национальный блюдо, который называется чапати. И потом обедаем в 12 часов. Это манакаша, но твердая каша с мясом и с курицей. В 4 часов мы немножко кушаем, просто чай попьем и все. Но самый особенный ужин у нас – это ужин. Когда все семейные собираемся вместе, и мы там кушаем твердое манако опять, но с вкусным мясом и курицей, и молоком попьем. И потом чай попить и все. Так что режим питания везде разный. Но не настолько уж отличается. Главное – употреблять здоровую еду. И только в меру. Ну вот можно сказать, уже и позавтракали. Да, да, и продолжим тему. У нас в студии первые гости. Это Екатерина Дьякова, директор Ассоциации кулинаров Республики Татарстан. Здравствуйте. Доброе утро. Екатерина, вы пришли к нам в дни проведения конкурса профессионального мастерства имени Юнуса Ахмедзянова. Кто принимает участие, что нужно для того, чтобы принять участие, и, собственно, как проходит сам конкурс? Конкурс имени Юнуса Ахмедзянова направлен... Во-первых, это конкурс направлен на поддержку национальной татарской кухни. Соответственно, что готовят профессиональные кулинары? Это готовят блюда татарской кухни по классической рецептуре Юнуса Ахмедзянова, самого знаменитого, наверное, повара Татарстана. Основоположника татарской кухни, если можно так сказать, человека, которого возрождал традиции этой кухни. И также мы даем возможность ребятам, профессиональным поварам, реализовать свои потенциалы и сделать изюминку из традиционного блюда, подать его современное. Преподнести что-то свое? Да, конечно, конечно. А какие повара? Это учащиеся или уже состоявшиеся профессионалы? Конкурс проходит и среди юниоров, то есть студентов учебных заведений. У них свои компетенции, номинации. И конкурс проводится, естественно, среди профессионалов кулинарии. Это шеф-повара, шеф-повара, которые не только практикуются на национальной кухне, но и кухне других стран мира, если можно так сказать. И вот именно они вносят интересные моменты в наши блюда, которые, можно сказать, на сегодняшний день мы кушаем и употребляем. Что будут готовить... Да, вот это мое самое любимое. Давайте к этому сразу перейдем. Что будут готовить наши профессионалы? Естественно, первое, на что обращает внимание жюри, это на правильность и технику нарезки лапши, формовку киа-пельмине и чипачмаков. То есть это как будто это будет первое блюдо, и второе, и сладости. И сладости, конечно. То есть конкурс разделен на несколько этапов, и каждый может заявиться как индивидуально в этапах, так и командные зачеты. Да, вот самая интересная часть, на мой взгляд, конечно, ну нельзя так говорить, это третий этап, где ребята будут реализовывать свои возможности. Они готовят первое блюдо, они готовят второе блюдо по современным технологиям. Конечно, на сегодняшний день раскрывать секреты я не могу. В 10 часов старт соревнований, они будут проходить все три дня, и, конечно, будут готовить сладости, вкусности, наверное, самому. В жюри как-то можно попасть? Да, 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 вопрос вытекает логичный. Кто жюри, кто судьи? Кто жюри? Многоуважаемые жюри. В состав входит президент Ассоциации ательеров и рестораторов Республики Татарстан, президент Ассоциации кулинаров Республики Татарстан и многие другие уважаемые люди, представители высших учебных заведений. Екатерина, мы продолжим обязательно кулинарную тему, и про рецепты поговорим тоже, потому что там у нас есть интересный вопрос. Обязательно вернемся. Мы хотим вам задать. После рекламы продолжим. Продолжаем нашу программу и продолжаем говорить про конкурс профессионального мастерства имени Юнуса Ахмедяйнова. И к нам присоединяется... Да, у нас пополнение к нашему столу. Да, 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 шеф-повар, президент легендарь. Доброе утро. Максим Агуриев, доброе утро вам тоже. Доброе утро. Так, Екатерина, ну мы с вами остановились на теме... Что готовит. Да, что готовит, что готовит. И мы поговорили о том, что готовит, как оценивается. И, наверное, самое интересное и самое главное – это приз. За что же борются наши кулинары? За еду. За еду. Будут бороться за знания, потому что главный приз – это поездка на международный профессиональный форум кулинаров «Завтрак шефа», который состоится в городе Москва в июне месяце. Конечно, это не один приз, участников очень много, поэтому... Что-нибудь, может быть, более ощутимое? Да, более ощутимое – это так, как конкурс проходит при поддержке мэрии, это, естественно, будет кубок мэра, всем дипломы, сертификаты участия, ну и, конечно, то, что любят очень повара, коллекционировать – это медальки. Медаль. Медаль. Мы понимаем, что не только можно будет за всем этим наблюдать как-то дистанционно, но и посмотреть, собственно, на сам процесс можно будет, да? Правда? Конечно. Мастер-классы какие-то подразумеваются? Да, так как конкурс открытый, мы приглашаем всех гостей, жителей Казани, посетить данный конкурс. Он проходит в выставочном центре «Казанская ярмарка», будет проходить три дня с 12 по 14. И именно что интересно будет для гостей наших – это поучиться у талантливых шеф-поваров, потому что каждый день будет проходить мастер-классы с розыгрышем призов, конкурсов. Интересно будет всем. Максим, мы понимаем, что у вас есть подопечные, наверное, да? Да, но в рамках этого чемпионата проходит так же, как профессионалов, так же и юниоров, и студентов. В рамках этого мероприятия соревнуются студенты, они тоже показывают свой профессионализм, чему научились за годы в учебных заведениях. Они предоставляют так же, как и профессионалы, в этап входит нарезку лапши, так же входят определенные какие-то задания. Но я, наверное, все-таки расскажу свою задачу. Я сижу в судействе и контролирую уже сам конкурс профессионалов, которые ранее было рассказано, Екатерина. Да, Екатерина нам сказала, что вроде как есть какие-то канонические рецепты, канонические правила изготовления блюд, но вместе с этим сказала, что может быть еще и изюминка какая-то. Это так? Можно ли изюминку какую-то допускать в свою? Да, приветствуются ли? Ну, на самом деле, конкурс рассчитан на то, что, допустим, то, что готовили наши бабушки, Все-таки классически больше. Классика, да. Классика, да. Но в новой подаче, в новой модернизации для этого и существуют конкурсы, которые повара показывают свой профессионализм, и то, что они добились, и то, что они делают. В свое время Юнус Ахмедзянов, как сказать, можно сказать, даже он мэтр гастрономии в Татарстане, так же, как, допустим, есть Поль Бакюс в Париже. У нас вот Юнус Ахмедзянов. Свой Поль Бакюс, Юнус Ахмедзянов, да. В дальнейшем даже планируется, значит, когда уже будет масштабное мероприятие, вот именно чемпионат Юнуса Ахмедзянова, будет кубок Юнуса, да, такой же, как Поль Золотой Бакюс, такой же будет Золотой Юнус. Ну, давайте мы тогда, чтобы мы все могли прочувствовать вот эту историчность, да, и значимость этого повода для нашей кубки. Ну, да, я могу рассказать какой-то рецепт. Рецепт, поделитесь. Обязательно. Простой, да, чтобы простой был, доступный. Простой рецепт интересен тем, что есть, значит, и суп, и второе блюдо. Это кулама, в принципе, достаточно известная, готовится из теста. Могу кратце рассказать. Вкратце? Вкратце, да, значит, готовится тесто пресное, как для, значит, лапши. Лапши. Нарезается ромбиками, заранее отваривается говядина. Пассируются овощи, значит, затем отваривается вот это, как сказать, тесто ромбики, припускается со сливочным маслом и соединяется с овощами и мясом. Это как второе. Ну, естественно, когда вы хотите, как сказать, попробовать суп, то добавляете бульон из этого же мяса. Действительно. Сейчас, опять же, если возвращаться модернизированным, то мясо уже не варят, а отомят или используют какие-то новые технологии, например, сувит. Ну, это, в общем-то, как кому нравится. Это низкая температура, длительное время, да. Ну что, обязательно попробуем. Спасибо большое. Желаем вам удачно провести весь конкурс. Ну и пускай победят самые сильнейшие. Самые сильнейшие. Будем работать с самыми лучшими. Удачи всем. Удачи. Да, мы вам желаем хорошего дня. Прямо сейчас мы переходим к обещаниям звезд. Гороскоп. Итак, Овны, это прекрасный день, чтобы расслабиться и отдохнуть. Никуда сегодня не бегите, а лучше вообще не покидайте стен родного дома. В жизни цельцов сегодня вряд ли произойдет нечто экстраординарное. Многие представители знака временно утратят интерес к активной деятельности. Откажитесь от революционных преобразований и спокойно занимайтесь рутинными хлопотами. Близнецам против воли, оказавшимся в одиночестве, звезды советуют трезво поразмышлять о реальном положении дел и своих дальнейших перспективах. Раки, сегодня можно отступить от привычного распорядка дня. Не планируйте на эти сутки напряженную деятельность, работать в поте лица вам вряд ли захочется. С утра до вечера вас могут сопровождать мысли о будущем, особенно о финансовом аспекте. Львы, не бросайте начатое, пока не дойдете до победного конца, или не получите первые наглядные результаты. Ваше самочувствие вплоть до ночи может оставаться неважным. Девы, у вас гармоничный день, он располагает к постоянству чувств и намерений, а также дает предсказуемость, прогнозируемость событий. Намеченные планы будут успешно доведены до конца. Первая половина гороскопа, мы пока остановимся, обязательно продолжим. Во второй половине у нас еще много всего интересного. Ну а сейчас, друзья, вас ждет другая информация, не менее значимая и не менее интересная, которая заинтересует всех, у кого есть мобильный телефон. Как настроить связь на свою волну? Продвинутые пользователи мобильной связи получили возможность настроить тариф под себя и платить только за то, что действительно нужно. Кому это будет интересно и как собрать свой идеальный тариф, выяснял наш корреспондент. Поговорить с близкими, ответить на деловое письмо или выложить селфи в Инстаграм. Для каждого смартфон – индивидуальный помощник, а потому и тариф каждому нужен свой. Например, Венера работает риелтором и всегда должна быть на связи. Кроме того, ей нужно много мобильного интернета. Приходится обмениваться с заказчиками объемными файлами. Интернет и минуты очень для меня важны. Порой минуты мне даже не хватает. Чтобы каждый мог получить свой идеальный тариф, мобильный оператор Теледва запустил новую тарифную линейку. Как рассказал директор казанского филиала Теледва Марат Кабанов, тем, кто ценит готовые решения, компания предложила ряд удобных тарифных планов с разным набором услуг. А самые продвинутые юзеры теперь могут настроить тариф самостоятельно. В салоне связи или в личном онлайн кабинете. Я думаю, что возможность настраивать тариф под себя очень понравится нашим абонентам. Во-первых, это удобно. Каждый абонент может выбрать то количество минут, гигабайта и дополнительных опций, которые ему нужно. И, во-вторых, это очень выгодно. В этом случае абонент платит только за тот набор услуг, который он выбрал в своем пакете. Чтобы настроить свой идеальный тариф, достаточно зайти на сайт оператора и с помощью простой навигации выбрать нужное количество минут и гигабайт. И ваш идеальный тариф готов. Вот и Венера настроила тариф под себя. Теперь и минут, и гигабайтов всегда хватит. Впрочем, если к концу месяца Венера не использует часть услуг из пакета, они по-прежнему переносятся на следующий месяц, а неиспользованные минуты всегда можно обменять на гигабайты. Ну а сейчас меняем тему и будем говорить о ремонте. Думаете, что классика в интерьере окончательно вышла из трендов? Вы ошибаетесь, и вот доказательства. Доброе утро! Ремонт – дело волнующее. Как сделать интерьер в классическом стиле, но в современном ключе? Узнаем сегодня. Современная классика – это не просто направление в дизайне интерьера. Это стиль жизни, образ мысли. Она требует особого внимания в подборе аксессуаров, картин, скульптур. Ключевую же роль играет освещение. Классическая люстра может вписаться абсолютно здорово в современный интерьер и смотреться там уместно. Просто она должна быть именно для этого помещения, для этого интерьера. Освещение традиционно дополняется боковым. Как правило, бра и светильники составляют единый ансамбль с люстры. А люстра – это не только осветительный прибор, но и арт-объект, привлекающий внимание и сдающий тон всему помещению. В таком интерьере я люблю сочетать как теплые, так и холодные материалы между собой так сильно. Это создает небольшую динамику в интерьере и смотрится это всегда очень выигрышно. Когда между собой материалы сочетаются именно таким образом, такие как глядцевый камень и, например, теплая поверхность дерева, паркет и стекло, эмаль. Все это между собой хорошо сочетается. С точки зрения цветового решения крайне важно выдерживать гармонию. Лучше всего подойдут теплые пастельные оттенки – молочный, кремовый, бежевый. Они позволят мебели выглядеть наиболее выигрышно и поддерживают общую концепцию сдержанности и спокойствия. Такие же оттенки могут быть использованы и для ванны, выполнены в современном классическом стиле. Используем трех зеркал. Фордальное и два боковых. Это визуально расширяет помещение, наполняет его светом. Какое помещение бы вы не обустраивали, такой подход будет уместен везде. Учитывайте все нюансы, о которых мы рассказали, и вы сможете создать в своем доме современный классический интерьер. И мы вновь меняем тему. Говорим о вкусном и полезном. Фрукты и овощи, богатые растительными пигментами, флавоноидами, ну это красные яблоки, виноград, груши, вишня, черника, клубника, гранаты, баклажаны, красная капуста, помогают поддерживать нормальный вес тела и даже худеть. Такое открытие сделали исследователи из Университета Восточной Англии и Гарвардской школы медицины. Они предположили, что эти вещества снижают количество энергии, поступающей в организмы с пищей, тем самым не дают набирать вес. Ученые посчитали, что если в течение 4 лет каждый день съедать немного черники, то вес снизится почти на 1 килограмм. Но в нашей рубрике «Приятного аппетита» сегодня рецепт не диетический. Отрежьте концы багета. Удалите часть мякиша. Взбейте сливочный сыр. Добавьте в него рикотту, чеснок и снова взбейте. Положите остальные ингредиенты. Заполните багет начинкой, утрамбовывая массу. Охладите в холодильнике. Перед подачей нарежьте на порции. Приятного аппетита! И снова здравствуйте! Наша программа продолжается. Сейчас новость для любителей маникюра и педикюра. Мастера отныне не могут оказывать услуги клиентам с заболеваниями ногтей. Им также будет необходимо пройти обязательный 250-часовой курс обучения. Такие требования содержатся в национальном стандарте на ногтевой сервис, который с октября 2018 года вступит в силу в России. Росстандарт утвердил национальный стандарт. Услуги бытовые, ногтевой сервис, терминология, классификация и общие требования. А сейчас продолжение темы о красоте совета юриста. Что делать, если услуги косметолога вас не устроили или даже повлияли негативно на ваше здоровье? Здравствуйте, Руслан Эмильевич. Здравствуйте. Поход к косметологу не всегда может закончиться радостью. Редко, но возникают проблемы. Ожоги, сыпь и так далее. Как юридически добиться справедливости в этой ситуации? Первое, что необходимо сделать, это зафиксировать причинение вреда здоровью в медучреждении. После того, как выявлен вред здоровью и определена стоимость лечения, вам необходимо обратиться с претензией в организацию, в которой была проведена данная процедура. В претензии нужно указать, чтобы данная организация возвратила вам стоимость данной процедуры, возместила лечение и медицинские препараты. Также оплатила вам моральный вред. А если процедура происходила неофициально, без чека, можно ли что-то доказать? Организация, осуществляющая косметологические услуги, обязана иметь медицинскую лицензию для осуществления данных услуг, что само по себе обязывает данной организации заключать договора с потребителями и выдавать чеки. В случае, если такого не произошло, потребителю необходимо обратиться с жалобой в прокуратуру. В итоге пожелаем никому не попадать в такую неприятную историю и думать в первую очередь не о красоте, а о здоровье. Сода и фантазия вашего ребенка. Это все, что нужно для приготовления модной игрушки под названием кинетический песок. В сегодняшнем ролике мы покажем, как из материалов, которые есть в доме каждой хозяйки, можно сделать замену этому материалу. Конечно, оговоримся сразу, что рецепта, который помог бы создать в домашних условиях аналог оригинального и кинетического песка, не существует. Но сделать смесь, которая поможет занять вашего ребенка в дождливый день и разнообразить его досуг, возможно. Для приготовления пластической смеси нам понадобится сода, разрыхлитель и средства для мытья посуды. Замесите соду и средства для мытья посуды до консистенции жидкого теста. Начинайте добавлять разрыхлитель до тех пор, пока смесь не станет мягкой и перестанет прилипать к рукам. При необходимости добавьте соды и разрыхлителя. Готовую смесь храните в плотно закрытой емкости. Обращаем ваше внимание, что играть с таким материалом следует с детьми от 4 лет под присмотром родителей, а после обязательно тщательно мыть руки. И снова доброе утро. Мы напоминаем, что сегодня в России отмечается День космонавтики, но мы, собственно, продолжим тему космоса. В нашей студии очередные гости. Это Алмаз Галеев, сотрудник астрономической обсерватории имени Энгельгарта. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Алмаз. С праздником. С праздником. Спасибо, пожалуйста. Да, мы знаем, что сегодня вы выступаете с лекцией о прорывах астрономической науки. Вот приоткройте немного завесы тайны. Расскажите, о чем будут разговоры эти. Ну, по сути говоря, любое развитие науки, оно связано с какими-то открытиями, достижениями. И, по сути говоря, развитие астрономии, вот есть несколько этапов развития. Допустим, изобретение телескопа очень большое значение имело, да, когда появился метод спектрального анализа очень большой развития, да, очень много открытий было сделано. А в 20 веке, я думаю, что одно из важнейших достижений это появление космонавтики. То есть, когда появилась возможность отправить в космос космические аппараты, по сути говоря, астрономия стала экспериментальной наукой. Вот так говоря, потому что вы знаете, что астрономы только наблюдают за далекими объектами, мы не можем их потрогать, никак как-то их изучить с близкого расстояния, а вот, по сути говоря, с помощью космических аппаратов мы можем отправить объект, который сядет. И чуть-чуть приблизится. И да, и он непосредственно не звучит. И это действительно очень важная проблема. Вот известный пример есть. Когда отправляли космический, первый космический аппарат на Луну, у астрономов был очень серьезный вопрос, серьезная проблема, потому что считалось, что на Луне очень много пыли. Там очень толстый слой пыли. Не убираются на Луне. Нет хозяйки на Луне. Да, и считалось, что аппарат просто упадет и утонет в этой пыли. А когда отправили, оказалось, пыли там не так много, и ничего, можно работать. Ну, то есть, ваша лекция будет посвящена 20 веку? Или все-таки каким-то последнему? В 21 веке что самое такое? Ну, я думаю, что больше 21 век, чем 20 век. Да, или может быть, над чем работают? Вот сейчас главная, может быть, какая-то цель? Я могу сказать, что в астрономии еще один большой плюс в конце 20 века произошел. Это появление современных электронных приборов, электронных приемников излучения, которые еще усиленнее увеличили возможности. Вот я просто парочку цифр приведу. Вот до первого запуска в космос было известно всего 1700 астероидов. Сейчас прошло 60 лет. Известно 750 тысяч. Вот разницу чувствуете, да? Вот это и с помощью космического аппарата открыто, и, конечно, в первую очередь с помощью современных приборов. Ну, конечно, очень много открытий в планшем системе, то есть много новые спутники открыты. И, по сути говоря, мы очень хорошо знаем объекты, то, что находится на наших планетах. Да, даже вот Плутон изучили, ну, фактически отсняли и знаем, что с вами представляет поверхность Плутона. Ну, кстати, Плутон сейчас планеты или нет? Потому что признавали, отменяли. Это отменено давно и уже бесспорно. Это карликовая планета. Это небольшая планета, как наша Земля или Юпитер. Это карликовая планета. Очень интересно, конечно, я могу сказать про Марс, потому что Марс... Да, потому что сейчас вся планета, все ведущие страны думают о том, как полететь на Марс. Что там у нас с красной планеты? Вот я могу сказать, что космический телескоп «Хаббл», который все знают, он работает с 90-го года. Представьте, да, уже поколения людей сменились, а телескоп так же работает, да. То же самое космический аппарат «Сохо» американский, который изучает Солнце, он тоже очень много открытий сделает. И то же самое вот с помощью космического аппарата, который изучает Марс. Мы знаем лучше Марс, поверхность Марса, чем Земли. То есть вся отснята очень хорошо. Ну вот давайте мы предлагаем сейчас вернуться из других планет на Землю. И обсерватория сегодня открыта для всех желающих, да, мы правильно понимаем? Что смогут увидеть посетители? Что самое интересное? Конечно, вот я сам проведу небольшую лекцию, рассказав вот те самые достижения, показая, конечно, интересно людям посмотреть картинки, потому что и даже не просто посмотреть, а объяснить, что они видят. Мы сделали экскурсию по старинным инструментам, обсерватории, историю немножко рассказать, потому что многие бывали и все равно хотят еще раз узнать, пообщаться с астрономами. Ну и если будет хорошая погода, это зависит уже не от нас. Может быть, даже удастся посмотреть в телескоп Венеру и яркие объекты. Да, вот в какое время суток все-таки это лучше делать? После захода Солнца, конечно. Вот, да. Сегодня с утра вроде как была погода приятная, поэтому надеемся, что вечером... Но если прохлада, то она, может быть, будет еще продерживаться. Ну и самый главный вопрос, который нас всех волнует, и тебя, и меня, и еще 7 миллиардов человек на нашей планете. Да. Есть ли жизнь на других планетах? Что говорят ученые? Я вот лично считаю, что одним из важнейших достижений, за которые давно должны дать Нобелевскую премию, это открытие планет около других звезд. Экзопланеты, это планеты вне Солнечной системы, они были открыты в 95-м году. Но вот, опять-таки, за счет того самого прорыва, который есть в астрономии, сейчас уже известно больше тысячи планет, причем около тысячи из них открыл космический телескоп. Кеплер, он очень маленький по масштабам, он фактически такой же телескоп, как на Земле маленький находящийся. Но вот космические телескопы позволяют сделать так много открытий, которые на Земле просто невозможно. Так вы видели в этот космический телескоп все-таки? На главный вопрос, Алмаз, вы не отвечаете, уходите от ответа. Тысячи планет, они очень разнообразны, совершенно разнообразны по условиям. И, конечно, если мы видим тысячи планет, а, скорее всего, их миллионы, то наверняка есть возможность для появления жизни. То есть мы, естественно, да, мы инопланетян не видели настоящих, поэтому можем только предполагать, что, скорее всего... Ну, приятно осознавать, что где-то там все-таки есть. Скорее всего, да. Жизнь, скорее всего, есть. Спасибо большое. Естественно, условия для развития материи, появления жизни. Скорее всего, она где-то тоже есть. Ну, что, это отличная новость, я порадую. Спасибо большое. Хорошего дня, удачной лекции. Спасибо. Ну, и... Нет, не для инопланетян, а для казанцев и для гостей нашего города. Камила Хакимулина сейчас расскажет авторский обзор, что интересного происходит в Казани сегодня. Доброе утро. Сегодня 12 апреля, и с вами Камила Хакимулина. На этой неделе мы совсем забыли о наших дорогих театралах. Немедленно исправляемся. Двое на качелях. Одна нечаянная встреча перерастает в свидание. Спектакль рассказывает о двух одиноких людях, хватающихся за случайное знакомство, как утопающих за соломинку. Они настолько разные, что невольно возникает вопрос, смогут ли эти двое быть вместе, несмотря на печальный опыт своих прошлых отношений. С праздником девушки. Султану подарили путевку в санаторий, а он мечтает встретить юбилей дома в полном одиночестве. Поэтому вместо себя герой отправляет жену. Но день, который должен был пройти спокойно, становится просто сумасшедшим. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. Пока-пока. Ну, а если по каким-то причинам вы сегодня остаетесь дома, значит, мы... Да, вам тоже не придется скучать, потому что на нашем телеканале масса всего интересного. Красивый храм, но заброшенный. Красивый. Сам товарищ Анисимов самолично приезжал. А кто это такой Анисимов? У-у-у, начальник. Нашего здешнего НКВД. Зверь. У-у-у, зверь. В ссылке Зоя начинает практику в местной больнице. В Германии Стефан делает предложение Муси, но она остается верна Мите. Карл, узнав о том, что его дедушка был евреем, кончает жизнь самоубийством. Я вернусь. Смотрите сегодня в 12.00. Сказки, пословицы, басни, потешки, они делают детство наших детей более ярким и познавательным. Они учат смелости и мудрости, рассказывают о добрых делах. Фольклор воспитания подрастающего поколения. Каравай. Смотрите сегодня в 13.00 на ТНВ. На Земле сотни видов животных, а многих из них мы даже никогда не слышали. А эти дети знают о них все. Юные экологи Казани изучают окружающий мир. Я обнимаю глобус. Сегодня в 14.45. Ну а сейчас обещанное продолжение астропрогноза. Про звезды и космос мы поговорили с научной точки зрения, а сейчас с, ну, около научной точки зрения. Весы. В любом деле вам сегодня полезны практичность и деловитость. Старайтесь не оставлять за собой задолженности. В данный период они таят для вас большую опасность. Да, долги нужно отдавать. Любые. Скорпионы, сегодня проявите дипломатичность, не настаивайте на своих принципах, не возобновляйте споров. Если вы не правы, признайте это. Если между вами и другим человеком произошло недоразумение, забудьте о нем. В супружеской жизни ориентируйтесь на вкусы и настроения партнера. В противном случае вы рискуете провести уикенд по отдельности. О, это плохо. Стрелец. Возможно повышение в должности. День сулит много ярких увлечений и впечатлений. Вдохновенную, яркую любовь. Шансов много и много возможностей. Если будете цепляться за старые привычки, упустите то, что идет в самом уроке. Поэтому главный девиз – действуйте. Козерог эти сутки больше располагает к отдыху, чем к напряженной работе. Даже если вы обожаете свое дело, старайтесь не перегружаться, не ставьте себе сверх задач. Большинству козерогов в это время не помешает дополнительный выходной день, который они честно заслужили. Возрастает вероятность позитивных событий. Ура-ура. У козерогов все, выходные, можно сказать, уже начались. Водолею не стоит полностью концентрироваться на служебных делах, карьере, профессии, напряженной интеллектуальной деятельности. Уделите внимание домочадцам, найдите время для общения с родителями. Даже если в семье не все ладится, вы нуждаетесь в близких, а не в вас. Рыбы – это прекрасный день для неспешной прогулки, для спокойного разговора в неофициальной обстановке. Он подходит для совместных чаепитий, для небольших родственных мероприятий. Приобретения будут особенно удачными, если вы продумали и спланировали их заранее. С новыми планами, в том числе на ближайшие дни, лучше повремениться. Ну что ж, это все, что мы успели вам рассказать сегодня. Ну а вот что вы увидите завтра. День Мецената и Благотворителя Рассказ о казанцах, которые бескорыстно помогают людям. Форма – несложные упражнения для бодрости тела и духа. Приятного аппетита! Очередной кулинарный рецепт к вашему столу. Это и многое другое. Завтра в 8.10 на ТНВ. Ну а сегодня у нас с вами были Светлана Звонарева, Влад Портнов и этим же составом. Встретимся завтра в 8.10 на ТНВ. Будем ждать с нетерпением встречи. Всем хорошего дня. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин